так внутри лежит уже коробочка ранкам это внушает надежду приветствую тебя на канале химика airsoft и сегодня будет необычный лайф формат я буду с вами разговаривать не за кадром а прямо здесь и поговорим мы сегодня о килл камерах мне пришла все новая килл камера и в рамках этого видео я хочу заодно рассказать вам о том что знаю об этих устройствах и какие выводы могу об этом сделать и я ценю ваше время поэтому если вам не интересен ли без по килл камерам вы пришли посмотреть конкретно обзор новой камеры листайте на 16 минуту данного видео значит изначально килл камеры это устройство которое предназначен для съемки игровых попаданий то есть когда мы ставим ее на линию прицела на прицел на ствол и она смотрит в ту же самую сторону когда у нас происходит непосредственно быстро камеры такие обычно оснащаются линзой увеличительные то есть у нее есть кратность и она имеет примерно ту же самую кратность как оптический прибор через который вы смотрите обычно в цель это очень хорошо видно по страебольным геймплеем по снайпингу и такие камеры способны записывать полет шарика то есть видно как шарик летит и попадает цель линзы могут быть разные есть линзы поменьше линзы побольше данная линза это 50 миллиметров она увеличивает примерно в восемь раз есть линзы 25 35 миллиметров естественно кратности у нее будет ниже у этих вариантов и стандартные линзы оснащенные часто часто оснащаются стандартными линзами камеры которые вообще ничего не увеличивают а даже наоборот немного отдаляют имея фофф 180-160 где-то в этом варианте как обычно гоупрохе снимаю к примеру здесь на моей гоупрохе как раз такая вот линза что вообще можно накупить на рынке исходя из запроса килл камеры в основном и бессменным лидером на рынке является ранкам ранкам производит уже несколько лет килл камеры но свое начало они брали именно как камеры для впв то есть для съемки впв самые первые геймплеи писались на ранкам некоторые писали даже на mobius cam и это в принципе даже до сих пор можно смотреть и кажется что вроде даже выглядит неплохо но время не стоит все двигается вперед в том числе и развития новых технологий камера тоже соответственно развивается дальше поэтому на рынок приходят новые модели иногда они чем-то лучше иногда они не лучше и об этом мы сейчас поговорим какое-то время назад один из моих подписчиков прислал подарок мне скажем так для опытов такой вот наборчик и как раз есть камера ранкам на котором можно некоторые детали объяснить и показать собственно тут есть разные линзы этот линз 25 до нет это до 35 35 вот стандартная линза здесь установлена тоже 35 можно даже не 25 вам не покажу изначально чтобы вы понимали камера камеры могут не иметь линзу увеличительную правда сейчас на рынке полно модели которые это имеют в базе и вы можете сразу купить установить на свой принц но они не всегда хороши и так по порядку ранкам ранкам 2 камера ранкам 2 hd снимает понятно из названия в hd вернее даже full hd если это 1080 при этом она способна в таком качестве снимать частотой кадров 60 60 кадров что нам дает 60 кадров 60 кадров дает возможность замедлить видео съемку видеоматериал для того чтобы увидеть полет шарика более подробно то есть вы конечно можете снимать на 30 кадров но для подробного разбора видео со стабилизацией и попытки разглядеть ваш шарик и как он попал в противник отскочил или нет конечно лучше использовать более высокую частоту кадров 60 кадров обычно бывает достаточно можно конечно и на 120 использовать но 60 кадров достаточно что касательно разрешение чем выше разрешение видеосъемки чем лучше матрица сенсор которые обеспечивают эту самую видеозапись тем соответственно лучше будет возможность эту картинку просматривать разрешение экрана позволит вам разрешение съемки позволит вам эту картинку более качественно зумировать с меньше при этой потери этого самого качества важно также отметить то что кроме разрешение съемки количество кадров в секунду важным моментом является еще освещение пасмурную погоду иногда шар видно лучше чем в солнечный яркий день начинался пути свой путь именно вот с такого тренком 2 hd и до сих пор я использую она у меня здесь упакован в такой вот корпус это кейс который я креплю на свои винтовки сделан он под вид что похоже на перст 4 туда просто так помещается камера снаружи накручивается линза и она выглядит как пэк до сих пор используют на внутренней находится уже чиненная ремонтированная у них часто умирают вот эти вот разъемы разбалтывается у всех таких камер но при этом она всегда снимает вполне себе неплохо изначально из магазина ранкам 2 идет без линзы то есть у нее вернее есть линза своя стандартная встроенная без зума и она вполне себе неплохая подходит для съемки может быть на квадрокоптер при любите и так далее да но для того чтобы снимать стайкбольный геймплей ей нужна линза увеличением 50 вернее 8 раз и с увеличением примерно 4 поэтому линзы покупается отдельно сегодня настоящий момент на алиэкспресс еще можно купить такую камеру она стоит в районе четырех с половиной тысяч рублей и к ней еще отдельно приобретается линза которая стоит в районе тоже четырех с половиной пяти тысяч рублей при этом что характерно возможно сейчас уже новая версия камеры этой она получил бы там грейд недавно и для того чтобы эту линзу можно было установить на камеру нужно будет поставить переходник переходник либо отпечатать для нее отдельный стакан который на который крепится линза потому что фокусное расстояние обычных линз может не сойтись с матрицей с фокусным расстоянием матрицы и мы как бы не мы не закручивали бы эту линзу у нас не получится поймать четкость картинки то есть она будет нас размыта поэтому тут нужно нужно быть внимательны более старой версии этой камеры такой проблемы не страдали раньше а сейчас после какое-то время китайцы обновили эти камеры они ничего не поменяли кроме вот этого видимо тип матрицы при этом камера снимает неплохо я делал такую на заказ примерно в таком вот исполнении для енота и пиво airsoft привет вот ему хоть понравилось и при этом она снимает хорошо для того чтобы просто посмотреть на записи может быть используйте в монтаже но при этом это очень бюджетный ценовой сегмент и общая сборка вот линза плюс камера если вы смогли посчитать то она стоит в районе 90 тысяч рублей недавно рынке появилась еще одна камера она уже снимать 4к и это обновленная очень долго вновлял компания вообще в принципе камера свои камера фирмы mobius mobius cam тут тоже соответственно ее стандартная линза которую нужно будет поменять чтобы снимать ему увеличенном формате она снимает 4к в принципе 4к но в 30 кадров если вы хотите снимать и в 60 кадров чтобы видеть замедление шарика то нужно будет уже сбивать разрешение съемки до например 1.4 или 2.7 к чтобы у нас при этом 60 кадров можно было разблочить есть определенный момент то что я поставил сюда линзу другую у меня фокусного расстояния не хватило я посмотрел на записи этой камеры мне не очень понравилось немножко маленько мутновато такое ощущение что она прибита по качеству матрицы что ли у них в общем она слабовато уранком получше получается даже с учетом того что это иди вот ценовой сегмент то эти камеры где-то примерно она сама стоит в районе 8 но естественно плюс линза то есть около 15 12 тысяч у вас получится такая сборка вот здесь важно отметить то что они не имеют крепления эти камеры на рис планку или на кольца прицела то есть нам нужно будет озаботиться еще о том что у вас должен быть какой-то кейс ли не напечатанный или скал кожи на или как-то там приклеить и и она сможет скрепиться на винтовку поэтому что положение крепления камеры это очень важный момент если вы немного раздвините положение то у вас картинка будет снимать не туда какие бывают еще линзы тоже хочу вам об этом рассказать вот в одном из моих видео я делал кастомную камеру которая кстати долго не прожила я ее разобрал для другого проекта вот но за это время эксплуатации я выяснил очень такой маленький момент но при этом важный что такая вот линза который я установил на эту камеру и позиционировал ее как то что ее можно использовать как зумом так и без зума это было бы прикольно на самом деле она работоспособна но имеет определенное ограничение если камера у вас не имеет видео видоискателя обзора то вы можете случайно в процессе игры сбить фокус камеры сбить его увеличение и когда будете просматривать дома съемку увидите что все размыто и это очень большой минус возможно такую камеру такую линзу удачнее всего бы ставить на камеру у которых есть куда посмотреть чтобы момент определить нужно ли вам отрегулировать или нет или как-то более жесткой фиксировать эти эти позиции но я фиксировал очень плотно и играл по влажную погоду зимой и это не помогало потому что запотевалась видимо неплохо от герметизированных здесь было и сдвигалась положение возможность за расширение металла происходит какой-то сдвиг поэтому такую линзу я пока порекомендовать на подобные камеры не могу такие вот выводы и раз уж я отступил от темы камер рассказал про линзы то нужно еще об одной камеры вам рассказать я его доставать наверное не буду хотя посмотрим здесь внутри находится камера от фирмы github это наверное самая лучшая из бюджетных камер которые у меня была я очень много геймплеев на нее снимал да вот она вот она у меня пережила попадание шариков разбит разбит был дисплей она возьмем имеет возможность подключаться по вай фай к вашему телефону поэтому это не проблема можно было настроить это самые лучшие камеры которые у меня было из бюджетного сегмента она снимает также ответа камеры 2 и 7к на 60 кадров она стоила около 8000 плюс сама линза подходила тронкам которую но под надо на тоже лизу пофот фокусы которая ставила на кранкам она прекрасная камера была и длинный чатал кейс также использую для съемок проблему этой камеры заключается в том то что она больше не продается то есть ее там больше не производит и это очень печальное известие достаточно давно произошло и они уже не производит также да у нее проблема была с питанием свой своеобразный разъем который очень быстро умер я напаял на плату провод вывод вывел это и достаточно долгое время я использую до сих пор жевал меня хотя уже увидел весьма печально в общем из бюджетного сегмента до 12000 можно было бы сам самим собрать несколько различных килл камер и вполне себе с ними играть при наличии как бы возможностей в печати и желание чтобы закрепить эти камеры можно было нашим ваши винтовки также стоит рассказать о небюджетных камер они существуют на рынке их достаточно большое количество сейчас есть но тоже основным лидером производителем является ранком и эти камеры уже идут в комплекте со своей линзой с блендой защитной даже некоторые из них вот непроницаемые до определенного уровня у них уже есть крепление на респланку то есть принципе бери и пользуйся есть нюансы и один из них это цена цена у них конечно в районе там 18 20 некоторых доходит до 30 35 тысяч рублей есть покруче варианты которых прицел выглядит мне такая камера должна прийти и я все и очень долго жду с таможней у нас неполадки из-за этого и 2 2 ниванс то что сам популярная камера которая ранком есть ее многие покупают у нее периодически выявляются косяки из серии что она может умереть не с того не сего превратится кирпич и вроде бы при наличии хороших показателей по чистоте кадров и разрешению видеосъемки у нее зернит именно картинка что при даже незначительном приближении мешает разглядеть вам шарик то есть вроде бы как бы камера дороже но вы проблему имеет не знаю сейчас устранили ее или нет но рекомендовать подобные камеры я не могу а вот фоксер кстати хорошая камера выпускает но у них свода непроницаемости корпус нужно поработать защитить ее а достаточно легкая металлический фрезерованный корпус имеется раз укрепление на рис планку но при этом ограниченная возможность купить ее и если кто-то найдет ее в сети то она будет стоить ранее 30000 по сути по характеристикам практически не отличается от того же самого get up только со стороны линзы уже свои рис планкой и теперь когда мы поговорили обо всем этом я хочу вернуться всеми нашего ролика тема нашего ролика заключается в том то что появилась еще одна камера тренд хам которую можно отнести к бюджетному сегменту и который мне сегодня пришла я про нее вам рассказал я бы рассказал про бюджетные камеры рассказал вам про камеры которые имеют повышенность на мой сегмент и их преимущества недостатки и обозначил то что преимущество дорогостоящего сегмента заключается в том что у него есть уже своя линза на борту и возможность крепления этой камеры на привод то есть на риск планку на кольца и также повышенное разрешение съемки например то 2 и 7 к пришли 60 кадров в секунду 4к при 30 кадров в секунду нас интересует собрать все эти возможности более дешевым варианте и такой вариант у меня как раз лежит здесь если мне китайцы не обманули потому что я еще не распаковывали должна лежать камера от фирмы ранкам которая собрала в себе формат фактор фонарика то есть в виде фонарика она как цилиндр должна крепиться на рис планку она должна иметь на борту свою линзу в моем случае это я выбрал 40 миллиметров линза там можно выбрать 25 либо 40 40 миллиметров линза с величей нажимать это 6x плюс она должна писать в 60 кадрах хотя бы формате full hd то есть примерно должна быть как вот эта вот камера но при этом возможность крепить на риск планку не должна быть у нее должна быть уже своя линза на борту и как из особенностей у нее сменный аккумулятор в формате 8 650 то есть это вот самая баночка которых фонариках идет для того чтобы мы могли этот аккумулятор в процессе игры менять то есть по идее нас нам достаточно носить в кармане такие вот аккумуляторы несколько штук и можно не подключать данную камеру к повербанку просто ее питать от этих аккумуляторов принося с собой их россыпи по идее получается должен получиться автономный продукт давайте посмотрим насколько это действительно так так внутри лежит уже коробочка ранкам это уже хорошо и на боковом стикер я вижу что написано 40 элементов скоп камеры с е так что до 1080p 60 кадров в секунду то есть нас снимает уже в таком формате это обнушает надежду потому что цена такой камеры немного дороже чем базовые ранка 2 то есть около 7-8 тысяч рублей давайте посмотрим что же нас ждет внутри внутри нас ждет как удивительно кейс обычно ранкам так не кладут видимо здесь решили положить так кейс которым судя по всему находится наша камера давайте ее распакуем спецификацию пока в сторону берем и вот она вот она так в кейсе лежит проводочек проводочек о ничего себе проводочек с активации режима бэк бэк рэк я так понимаю как она называется когда мы можем не записывать время на камеру а потом нажать кнопку момент попадания чтобы он последние несколько секунд у нас сохранил в памяти то есть как бы сохранил наше попадание интересно будет это поюзать потому что эта функция прикольная хотя кнопка честно говоря не внушает доверие но посмотрим далее здесь есть провод питания или зарядки я так понимаю что камеру можно через камеру можно сочетать зарядку к аккумулятору 8 на 650 или это провод дата для передачи данных как флешка type-c но это хорошо type-c это хорошо потому что все старые камеры имели разъем микро юсби так все редкость на умном обе 70 так ну и крепление нашей камеры на рельс виде кольца фонарик на вполне логично сама камера завернута у нас пупырочку и вот она давайте сравним ее с фонариком с фонариком от armitec и она скажешь скажу так что делали только наоборот это интересный форм-фактор кольцо кстати тут шей фонарика это может из 35 миллиметров где кстати и убедиться в этом точно 30 . то есть приживание можно поставить кольца конштейн практического прицела 30 30 . так скобкам с е называется она ранкам скобкам с е торценно сожидает зарядный порт я так понимаю можно подключить сюда вполне и пауэрбанк кнопка включения судя по всему и все наверное откручивается да это откручивается под крышкой под крышкой у нас находится байонетная поворотная съемка для крышки вот так то есть здесь у нас под крышкой сама пауэрбанк вернее аккумулятор по весу написано 2 2 миллиампера часа по весу ну похоже на 2 миллиампера часа так никаких обозначений где плюс демина кстати что не очень безопасно надо запомнить что плюсом надо устанавливать туда вниз там можно так наверное спалить так хорошо с этим ясно режимов переключения так понимаю нас здесь никаких нет то есть у нас стандартное зафиксированное разрешение и качество съемки линза как ни странно можно для доступа к линзе а здесь кстати говоря у них стоит тоже переходник удлиняющий линзу линзу можно заменить на свою то есть если я захочу поставить сюда примеру линзу которая большего диаметра имеет она у нас даже влезет сейчас посмотрим так и десяточка пятьдесяточка не влезет десяточку нас не влезет 25 не влезет ведь здесь линза особенная она более узкая но более длинная то есть такая в виде пули но при этом ее можно поменять и даже отрегулировать и защищается она колпачком с прокладочками резиновыми чтобы не промокнуть то есть она должна иметь у нас определенной степени водозащиты интересно интересно посмотреть как это будет у нас все работать и где у нее как памяти кстати сейчас найдем и так самое время заглянуть в инструкцию в ней нам пишут то что съемка производится в формате m4 можно выбрать либо 30 кадров либо 60 кадров но hd hd на 1080p так значит лучшее расстояние для съемки 1240 метров значит скорее всего линзу нам нужно будет покрутить чтобы поймать фокусное расстояние на ту дистанцию на которой обычно играем я бы выставил ее метров на 80 обычно я играю на такой то есть это должно быть где-то 40-80 метров тут есть вай фай то есть у нее есть вай фай соответственно мы можем ее настроить через интерфейс приложения и т.ф. карт о что интересно мне максимально 512 гигабайт то есть я думаю что немного а тут целых 512 гигабайт то есть можно поставить карточку и в общем то не думать о том что у тебя кончится запись это приятно да значит карточка все таки внутри как-то устанавливается я думаю что нам нужно подкручивать еще что нужно подкрутить вот тут есть еще одно кольцо регулировки давайте подкрутим его здесь первое давайте посмотрим что у нас еще можно что-то интересно крутим может это снимается вот так о да это снимается вот так здесь нас ждет плата плата и судя по всему антенна радио модуля я ожидал здесь увидеть что-то типа разъем под флешку но нет и она тоже находится за резиночкой любопытно ладно ставим как есть что нам еще байонетные соединения подскажет а вот вместо для карты памяти находится здесь вот заряда потом вот она имеется здесь у нас все значит остальное что нам нужно сделать я так понимаю нам нужно камеру нашу включить присоединиться через мобильный телефон к вайфай скому и и посмотреть что он доступен на строках и как она снимает давайте смотреть дальше я запись буду вести наверное после подключения буду вести уже непосредственно с экрана так включаем камеру нажимая кнопку раз ничего не происходит логично будем подклеивать конструкцию ли сами разберемся я думаю нажать и подержать она жужжит так же жужжало теперь горит красным так это что значит режим ожидания нажмем еще раз один раз зажужжало и замигало то есть пошла запись нажимая еще раз запись остановилась я подозреваю то что если я нажму еще подержу загорится синяя лампочка обычно рамка на так так это совсем отключение так еще раз желтые два раза поджижало нажимаю один раз пошла запись нажимая еще один раз запись остановилась так нажимаю подержу один жук два жук отключилась то есть от длительное удержание отключает камеру интересно как же нам включить вай фай давайте заглянем все таки в инструкцию я зашел такого возраста когда нога есть инструкции ты не понимаешь как это делать так что у нас тут с батарейкой с батарейкой тут в инструкции написали в обусловно пихать плюс ну хотя бы так значит что у нас тут есть т.ф.гар а это даже есть по-английски ну давайте не будем пытаться херовных разбираться посмотрим на английском языке рекординг понятно удерживаете рекординг папам вай фай петер лайфай зазы карри из он дабл пресс за power рекорд батон ну все понятно как включаем камеру она у нас включилась и теперь нажимаем 1 2 камера перейдет режим поиска вай фай так я же правильно сделал дабл пресс blue light blue light у нас нет а вот когда у нас камера записывала нажимаем два раза все теперь я подключусь к вай фай и запишу вам что я вижу непосредственно экране рамка запускаем приложение рантам выбираем свой тип камера вот у нас скобка на пассе выбираем его коннект камера с выбираем здесь доступны для подключения камеру я так понимаю что вот этот сц сия это наша и обычно пароль от вай фай это символы от 1 до 0 то есть 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 подключить получение ip адреса да мы подключились итак подключились по вай фай давайте еще раз нажим connect подключение есть connection вот и оп камера у нас работа давайте развернем на полный экран и я запущу на планшете запись экрана записи окей погнали значит что нам дает все это дает возможность проверить я пойду еще скакнул и посмотрю насколько она у нас о а принципе достаточно даже без этого то знаете знаете что скажу в принципе фокус выставлен на то расстояние на который обычно играю то есть вот до того здания она против меня ровно 100 метров то есть фокус у нас идет на это здание я так свою камеру обычно настраиваю картинками нравится картинка приятная я даже сказал очень приятная рука дрожит не обращайте внимание я держу камеру на весу над головой чтобы в окно посвятить так а вот у нас листва которые на дереве передо мной посмотрите он тоже фокусе угла а тут расстояние всего метров наверно 25-30 то есть у нее достаточно широкий диапазон фокуса там машины катаются смотреть какой интересный линза хорошая линза приятная то есть можно снимать на различном расстоянии и при этом фокус будет не мылиться то есть на тех камерах которые я собирал самостоятельно у меня обычно настраиваемая камеру вот на тот на ту дистанцию мы из ближе получаем муть у нас муть вот только наверно подоконники в трех метрах от меня деревья которые находятся близко даже не особо сильно размыли это приятно это приятно что могу сказать удивлен давайте посмотрим как она теперь записывать запись я так понимаю можно включить и здесь с камерой нажав кнопку на эту эти пошла запись и у нас индикации тут нет продам цель всего запись пошла сейчас будем записывать очень приятно стрелять я конечно не буду месяц на него первых не прикручены к винтовке но это мы сделаем позднее вторых с домом никто конечно стреляет вот но я обязательно запишу это в поле потому что у меня будет возможность завтра выбраться и показать вам как это непосредственно в поле происходит хорошо так теперь давайте обратимся к параметрам параметрам съемки что нам дает данное приложение сделать данное приложение дает нам настроить параметры значит баланс белого здесь стоит по умолчанию автоматический баланс белого я обычно так и оставляю так экспозиция экспозицию давайте тоже нам на стандарте ставим не цветовой понравился вариант контраст разные варианты контраста медиум тоже подойдет так sharpness это зернистость зернистость пусть будет тоже на стандарте лиц линз сенсити то есть это и в сошка и сошка важный параметр для тех кто занимается видео съемкой от и сошки зависит многие вещи вот но если вы не искушены в этом вопросе я рекомендуем оставить стандарта тоже на авто saturation saturation вставляем на медиум брать нас брайта здесь выставлена я так понимаю на 0 давайте его 0 и оставим нет брать нас на 50 стоит кстати говоря давайте 50 и оставим шаттер шаттер это насколько я понимаю я не особо в профессиональном видеосъемке увлекаюсь но сколько прямо это типа затвор затвор там мерцание тогда давайте оставим как есть но естественно flip flip это поворот переворот то есть если вы камеру повесите сверху или перевернете тормашками то вам возможно потребуется картинку флипнуть мы ее оставим как есть далее сейчас она снимает умолчание в 1080 на 60 этот вариант на подходит мы его так и оставляем 1080 и 60 кадров в секунду собственно пожалуй это все что нам нужно здесь знать можно выставить метку даты она у нас отключена по умолчанию автозапись тоже отключена по умолчанию и авто shutdown авто выключение значит напоминание о рассадке батареи вибрации и я так понимаете параметр для лучшего какого-то формата 40 миллиметровый линза хотя в параметрах там доступно еще 35 25 без зума но давайте этот момент оставим дату я обычно не выставляю авторепорт полезная штука то есть вы включаете камеру и она у вас сразу начинает записывать это полезно я это поставлю а вот авто выключение я пожалуй отключу потому что если вы ставите камеру на паузу то есть отключив запись она вас через три минуты вырубиться и мне бы не хотелось чтобы это было так и я пожалуй бы оставил бы как есть то есть включаю камеру она у меня записывает отключаю запись она у меня не выключится пока я снова не нажму запись это удобный на мой взгляд какие-то моменты контролировать тут еще одна кнопка включения есть что интересно две я только сейчас обратите внимание что здесь и здесь кнопки отвечают за включение записи и так блок батареи вибрешен ремайндер мы оставим чтобы она у нас зажужжало завибрировал если у нас батареек начинает подсаживаться это полезная функция то есть можно не проспать этот момент и сменить вовремя батарейку волен в запись звука давайте на хай поставим то есть эта громкость записи микрофона для того чтобы нас была звуковая чувствительность выше loop recording в данном случае это режимом видеорегистратор когда у нас кончается место на флешке он перезаписывать более ранними файлами новые файлы я это не обычно не включаю потому что можно стереть и удалить какой-то интересный момент флэшбэк флэшбэк это как раз таки вот эта вот кнопка которая у нас лет комплекте на включается в тайп си если мы эту функцию включаем то мы можем в принципе с камеру в ожидании держать не вести на нее запись непосредственно нажать кнопку флэшбэк и он нам сохранит последние несколько секунд видео то есть например вы камеру в ожидании держите она вас просто включена она не выключена не выключается автоматически вы попали по кому-то и хотите этот момент сохранить и нажимаете кнопку флэшбэк она так давай можно вывести мы может быть вы выведена вас цевьё закреплена на резиночку и камера сохраняет последний с несколько секунд того файла не знаю сколько это стабильная функция я слышу то что других камерах от этого производителя это функции работает не очень моем случае я бы наверно писал все потому что попадание это конечно классно иногда бывает для себя полезно какие другие моменты в том числе и звуковые поэтому я звук выкрутил на максимум да тоже зафиксировать дальше у нас настройки вай фай камерам имя камерам паспорт под молчание как видите 1 до 0 у нас все пароль micro sd форматировать можно давайте формат ну вот нас место показано что у нас двести тридцать два гигабайта это карточка которая 256 и собственно заводские настройки да здесь у меня конечно кей мод и насколько лучше конечно будет камер ставить сюда набок насколько серьезный будет сдвиг пока непонятно поэтому камеру я поставлю на вертикальную планку давно точно будет на одной оси с прицелом да не забудьте что съемка у нас ведется с этой стороны да то есть здесь находится вот уже не раз забыл снимал другую сторону что кстати интересно можете поставить линзу меньшего размера и снимать себя как сел в камеру одна и та же камера может быть использована по-разному но мне нравится что в этой камере зум не размыливает на ближней дистанции это очень приятно так и поставил бы на прием то есть вот таким образом у меня не буду сейчас линты закручивать вот таким то образом она состоит то есть можете пожелание так чпаньк камеру включить чпаньк чпаньк оп выключить ну или поставить кнопку для флешбека и не будете разместить ее здесь да в данном случае на конечно перекрывает у меня прицел и это понятно даже если у меня был здесь не экспериментальный прицел а например оптический прицел то она вы все равно бы на закрыла да существенный размер она по высоте занимает поэтому думаю что лучше всего было бы расположить камеру все-таки где-то на боку плага нам позволяет возможность дает нам возможность это все дело как-то переворачивать то есть мы спокойно можем камеру повернуть вот так и записывать запись у нас будет проводиться как бы сбоку чем это плюс чем это минус плюс в том что соответственно камера нам не мешает для прицеливания минус в том то что вы не сможете заснять моменты из-за угла крайне мере под правую руку вы можете высунуть ствол снимать при этом стену да под левую руку соответственно также может получиться если вы разместите с той стороны если мы разместим ее снизу даже можно не использовать функцию флипа просто повернуть ее в кольце если мы разместим снизу то в данном случае камера будет снимать у нас не мешая прицеливанию не мешая попадая во все плоскости на одной линии прицеливания но при этом на съемке горка полета шар у нас будет выглядеть немного иначе то есть всем известно к тем кому неизвестно я расскажу что чем выше мы располагаем камеру над линии прицела тем более такая глубокая горка у нас на видео кажется при этом шаре конечно не так он летит по строго определенной горки постоянно при закручивании шара но как бы у нас как бы кого это ощущение будет камеры шарик из-под низа прилетает более глубокая горка вниз чем мы ближе выставляю стволу камеру да то есть высоте по оси y стволу коси ствола тем более ровнее у нас получается горка то есть можно предположить что если разместим камеру где-нибудь вот здесь то горок у нас будет как бы сверху до прилетать как бы с такой прям плюхой такой падать думаю в этом нет ничего плохого и можно попробовать разместить это делать так для этого конечно мне придется установить на свои кей мод планку и я ручу ее уже непосредственно завтра буду пробовать играть либо с этим приводом поэтому либо пойду с винтовкой своей и подумаю как бы мне на винтовке организовать такое крепление на винтовке на винтовке но кстати сверху будет закрывать до прицел ну можно винтовки разместить снизу принципе на мостинке она смотрится не так противно будто бы фонарик повешен снизу да есть вариант еще разместить конечно на прицеле используя кольца с респланкой вот такие но как бы не хочется хочется чтобы это выглядит как фонарик наверное я сделал вот так завтра для эксперимента и проведу несколько тестов от стрелок именно с болтовки первую очередь хотя может возьму с собой и воды чтобы показать вам оба варианта на кто-то такой фонарик можно разместить и на пистолете я думаю вполне вот так вот красота в общем такой вот вам экспресс обзор завтра и от стреляет все дело запишу на видео и дополню это видео но для вас там будет все в одном так что вы не заметить никакой разницы и вот вам такая вот картинка мне нравится честно говоря то что я увидел именно по картинке и по возможностям этой камеры мне нравится посмотрим что покажет игровая запись но уже по крайней мере я могу сказать что это лучше чем то что вы можете собрать самостоятельно поэтому на это стоит обратить внимание здесь я постарался собрать для вас наиболее типичные сценарии использования камеры с разным параметром в разную погоду на дистанции 70 метров помимо подписи которые можно прочитать хочется добавить еще пару моментов обратите внимание на четкость картинки судя по всему из-за особенности строения линзы мы видим нормально резкую картинку на передней проекции на дальние проекции съемки передние железный забор выглядит достаточно резко не сильно размыт а деревянное здание конце на удаление 200 метров тоже выглядит достаточно качественно стреляю с болтовки и камера размещена снизу то есть висит под стволом и обратите внимание на полет шара горка отрицательны при программном увеличении зума можно отметить что картинка не зернит вернее есть небольшое зерно но для 1080 это просто отличный результат двойное программное замедление дает возможность протестировать частоту кадров при 60 кадров замедленная картинка выглядит достаточно ровный нерваный также важно показать как фиксирует болит шара данная камера в солнечное время как я говорил уже ранее на солнечных бликов разглядеть сложнее и глазом и в прицел и тем более в камеру давайте посмотрим и сделаем выводы как справляется с этим новая ранка но на этом у меня все ссылки на камеру я оставлю в описании спасибо что досмотрели данный ролик до конца увидимся в прицеле пока